Счетанные дни остаются до знакового события в истории отечественного бизнеса. Отмена единого налога на вмененный доход, ЕНВД. Между тем, далеко не все предприниматели определились с тем, на какую схему налогообложения они перейдут в будущем году. Таких УФНС призывают поторопиться, для чего в пятницу провели специальную пресс-конференцию. 1 января 2021 года произойдет эпохальное событие. В России прекратит свое действие единый налог на вмененный доход. Появившийся в конце 90-х годов, он сыграл важную роль для отечественного бизнеса. Да и до сих пор он был многим удобен. Конечно, вмененка была удобный режим, простой и без дополнительной условной бухгалтерской нагрузки. Это микробизнес в основном пользовался. Но не только, как показал период, этапы его использования. Именно злоупотребление ЕНВД и стало одной из причин его отмены. К тому же для малого бизнеса и самозанятых государство разработало новые режимы налогообложения, на которые и необходимо перейти до конца года. В первую очередь, это упрощенная система налогообложения. Это, наверное, самый популярный режим у организаций, которые применяли ЕНВД. Практически безальтернативный режим для них. Что касается предпринимателей, у них есть еще альтернативы в виде патентной системы налогообложения. При этом предусмотрен переходный период. Его еще называют бесшовным. В частности, расширен перечень видов деятельности, по которым можно будет работать по патенту. Это автостоянки, ремонт и обслуживание машин. Те, кто занимаются торговлей общепитом, смогут теперь работать на втрое больших площадях, до 150 квадратных метров. До 31 марта все они получат право применять патент на условиях, максимально приближенных к ЕНВД. Попутные им обещают целый ряд пославлений. И плюс к этому, не забываем, возможность уменьшения на страховые взносы. Это будет касаться всех патентов. Таким образом, те грузоперевозчики, которые на настоящий момент еще не определились с режимом налогообложения, мы им предлагаем подать все-таки до конца этого года заявление на получение патента. Правда, пока процент неопределившихся еще довольно велик. Около трети. И так по всей стране. Между тем, остались считанные дни. В противном случае, расходы на ведение бизнеса с 1 января заметно вырастут. Если вы не выбрали специальный режим, то для вас общая система. Соответственно, это НДС, это страховые взносы, это дополнительная административная, что ли, отчетная нагрузка. Поэтому очень важно сделать выбор для тех, кто еще по каким-то причинам не выслал уведомление и написал заявление. Уведомить налоговую можно через личный кабинет. Причем, если воспользоваться интернетом, то сделать это реально буквально в последние минуты уходящего года. Однако, если вы по старинке хотите воспользоваться обычной почтой или вовсе прийти лично, то стоит напомнить, отделения УФНС будут работать до 17.00 31 декабря.